Военный эксперт Егор Лебедок в своем недавнем посте в Facebook дал очень важный совет всем белорусам. Формируйте свою повестку дня. Давайте разберемся, что же хотел сказать эксперт. Сначала Лебедок объяснил, как белорусские власти пытаются контролировать поведение своих людей. По его словам, это происходит по следующей цепочке. Управление мышлением, управление размышлениями, управление мыслями. Эксперт констатировал, что мышление контролируется образованием в самом широком смысле этого слова. И это происходит от рождения до конца жизни. Что касается управления мыслями, в этом определении это система манипулирования данными в маленьком промежутке времени, дискредитация источника, процентирование преимуществ и сокрытие недостатков, тегирование и многие другие методы. Если реконструировать свое мышление сложно, то освоить методы манипуляции нет, и за примерами далеко ходить не нужно. Посмотрите национальное телевидение. Эксперт отмечает, что популярные книги о действиях в контексте информационного психологического противостояния часто упускают из виду второй момент – управление размышлениями. Также называемое управлением повесткой дня. Многие наверняка уже заметили, что с февраля по пятницам и субботам для Лукашенко публикуется эмоционально красочная и содержательная информация. Нападение на жизнь Лукашенко, обмен коровами на рынке, недавняя отставка Шеймана. Как будто все хотят тебе сказать «подумай об этом на выходных». Ведь это всем известный факт – люди меньше пользуются сетью на выходных и больше общаются вживую, проводят время в кругу семьи, друзей или занимаются домашним хозяйством. Это также стандартная мера, позволяющая снизить влияние данных противников, если она внезапно появится на выходных. Независимо от того, обсуждается ли она положительно или отрицательно, важно, чтобы эта информация обсуждалась. В этом контексте Егор Лебедок пишет «Для рационального понимания в условиях интенсивного информационного и психологического воздействия настоятельно советую каждому начать выстраивать свою повестку дня». Организационно все очень просто. Вместо того, чтобы читать все новости на порталах, каналах, соцсетях у блогеров, разделите их по дням и по темам. Например, понедельник – чисто коммерческий, вторник – политический, среда – не день новостей, посвященный близким людям и работе, четверг – социальный вопрос, пятница – военная безопасность, суббота – еженедельный анализ новостей, воскресенье – прогулка. Это всего лишь пример. Дни и темы могут быть изменены по желанию. По его словам, после месяца практики такого подхода отклик на эмоционально окрашенные сообщения, важные для манипулирующего, уменьшится.